приветствую всех на своем канале меня зовут наталья и сегодня я приняла эстафету зима в украшениях от ирины карпенко и вот я хочу вам показать какие украшения для елочки я сделала оставайтесь со мной для сегодняшней работы я конечно же буду использовать сам шар он у меня заранее обтянуты и как вы заметили здесь нету вешалочки это обыкновенные две половинки я отрезала вешалочки и просто его обтянула и склеила вместе бантик такой бантик мы с вами делали ссылочку я оставлю лепнина здесь я буду использовать вот такой молд и ссылочку на видео где я показывал этот мод конечно же я оставлю с разовая цепочка два с половиной миллиметра полу бусина три с половиной четыре миллиметра кисточка серединочка и лента она у меня 3 миллиметра можно использовать 5 миллиметров а также краска по месту склеивания шара подклеиваем ленту наносим тоненький тоненькую полосочку клея и под натяжением подклеиваем затем на ленту подклеиваем полу бусина двойные мои постоянные подписчики уже знакомы с моим методом скрыть все швы спрятать и аккуратненько также по всему шару подклеиваем затем с двух сторон подклеиваем с разовую цепочку также аккуратненько наносим тоненькую полосочку клея придерживаем пальчиком и под натяжением приклеиваем тогда с разовая цепочка ложится ровненько и подклеиваем ее с двух сторон место склеивания шара обработано и все очень красиво и я всегда иголочка отмечаю место где вот склеиваются две цепочки если я могу скрыть это под брошь и я это делаю будет все закрыто ничего не видно и нигде ничего не зацепится если вдруг где-то вот здесь что-то если шов здесь то он может зацепиться здесь он будет спрятаны и все будет красиво выглядеть и теперь будем располагать лепнину вот у нас серединочка и лепнину я беру иголочки и располагаю вот таким образом первая лепнина затем 2 чтобы распределить все возможно иногда приходится что-то куда-то передвинуть на несколько миллиметров вот здесь видите немножко не хватает значит лепнину надо более близко располагать вот теперь иголочку я вот так вот располагаю вплотную следующую передвигаю снова и вот почти почти значит еще чуть чуть передвинуть надо будет совсем вплотную и иголочки оставляем потому что когда будем приклеивать нам сразу видно куда вот у нас все ровненько получается и также мы поступаем сверху только если мы здесь располагали лепнину вот таким образом сверху мы ее будем располагать от серединочки вот так у нас будет смотреться одну сторону лепнина я уже подклеила и вот подклеиваю вторую подклеиваю лепнину я универсальным клеем я не очень люблю именно с этим клеем работать вот тот что я вам показывала своих предыдущих видео он намного удобнее этот он более жидкий с ним надо очень аккуратно работать и чтобы он не попадал на кожу иначе она потом как это сказать деревенеет вот я намазываю все аккуратненько придерживаю смотрю чтоб везде все было намазано он приклеивает очень хорошо но говорю что с ним надо аккуратненько убираю клей вот вы видите я даже руками не беру а именно пинцетом и прикладываю к игрушки вот вы видите как все он хватается очень быстро и очень хорошо приклеивает вот все идеально сидит и так продолжаем подклеивать всю лепнину моя лепнина приклеена и посмотрите как все идеально сидит прилегает к игрушке теперь я беру свою штамповую краску и подкрашиваю можно использовать акриловые краски и спонжик и вот так аккуратненько все подкрашу и отправлю сушиться кисточку украшаем теми же материалами что украшали шарик и я сшила еще второй бантик размеры 4 на 20 это будет задний бантик на шарике я отметила серединочку сверху и снизу снизу у нас будет приклеиваться кисточка а сверху бантик на нижний бантик я подклеила вешалочку и склеиваем бантики вместе причем бантики склеиваем так чтобы нижняя часть здесь была ровненькая не так что один бантик ниже другой выше вот ровненько чтобы все было здесь платформа и также следим чтобы бантики между собой хорошо склеились вот здесь все ровненько и даем клею закрепиться мой бантик надежно приклеен и мне остается прикрепить кисточку наношу клей на кисточку и подклеиваю даю немного закрепиться и теперь плотно прижимаю если сразу прижать то клей выползет за пределы кисточки так скажем а так мы дадим ему немного закрепиться и вот все чистенько видите нигде ничего не выползла и нам остается приклеить брошь брошь с другой стороны шершавая и она хорошо держится приклеиваем брошь и тем самым закрепляем места где были стыки нашей цепочки и мой шарик готов надеюсь вам мое видео сегодня понравилось и вы узнали что-то новое а на сегодня все до новых встреч пока пока